Здравствуйте, друзья! С вами Иванова Галина. В одном из своих недавних видео я упомянула, что при укоренении черенков, в частности вегетативного колиуса, использую раствор домашней хлорелы. И, кстати, заметила, что черенки укореняются и быстрее, и корневую массу наращивают очень красивую, такую опушенную белую, загляденье. Но об этом в следующий раз. И меня попросили рассказать, как я делаю домашнюю хлорелу. И скажу, что мне удалось ее сделать со второй попытки. Первая была в прошлом году, но я не учла некоторые нюансы о них. Я подробно остановлюсь в этом видео. Вот это была неудачная попытка. Ну, а зимой этого года я все-таки задумалась о том, что нужна мне домашняя хлорелла. Тем более, что вырастить ее можно из безоплатного материала, который легко можно найти во дворе, в саду, в огороде. Вот эту хлореллу, ну, или, вернее, вот эти водоросли. Здесь, может быть, не только хлорелла. Я брала из камешек. Вот она. Вот здесь вот. Вот здесь. То есть такая она желто-рыжая, я бы сказала. Сейчас она больше желтая. Ну, а в процессе, когда хлорелла уже настаивается в воде, она станет потом зеленой. И вот можно найти еще на древесине. Это у нас спиленный ствол, но на деревьях она тоже такая есть. То есть вот эту хлореллу, или вот эти водоросли, нужно собрать. Я их немножко замочила, чтобы с них смылся песок где-то. Так, значит, я взяла бутылку стеклянную. Вода у меня снежная, талая. Я ее прокипятила, остудила. Она чуть, ну, такой комнатной температуры, тепленькая. Теперь добавляю сюда удобрение. Любое удобрение для цветов. Я беру вот такой для петуний. Я развожу так, как здесь написано. Здесь идет 10 миллилитров в полтора литрах воды. Ну, разведем на глаз. У меня где-то примерно пол-литра. Ну, значит, я возьму где-то миллилитров. Ну, так вот здесь мерочка 10-5. Меньше, чем 5 миллилитров. Думаю, что тут примерно миллилитров каких-то 4. И добавляю вот сюда. И теперь буду добавлять сюда вот эти водоросли. Говорят, вроде надо немного их. Где-то там чайную ложку или столовую на 10 литров. Ну, я так с запасом, чтобы получилось наверняка. Хочется ее вырастить дома. Теперь я сделаю крышечку. Закрою ее бумажным полотенцем, чтобы был воздухообмен. И здесь, кстати, хорошо, что воздух тоже остается. Может, так и надо. Хотя я бы оставила, наверное, поменьше воздуха. Но, может, пусть будет и побольше воздуха. Я поставлю веранду на южное окошко. Там уже сейчас морозов нет. Я думаю, что бутылка ничего не случится. Вот. И буду наблюдать, вырастет у меня хлорелла или нет. Ну, а вы, друзья, если у вас есть свой опыт выращивания хлореллы, напишите, пожалуйста. Можно купить готовую хлореллу и уже размножать ее. Но она тоже не всегда бывает качественная, к сожалению. Ну, я решила попробовать со своей. А вдруг удастся? Ну, вот так она плавает по поверхности. Что-то утонуло, что-то плавает. И теперь сделаю крышечку. Вот, взяла бумажное полотенце, сложила вдвое. И взяла резиночку. Так неплотно. Думаю, она никуда не денется. Не нашла банковскую резиночку. Все, наверное, рассада прижата ею. Ну, взяла пока так. Ну, в общем-то, все. Остается ждать и наблюдать. Ну, и вот в результате наросла вот такая хлорелла. Вот такой зеленый раствор. В принципе, то, как продают. Отсюда я уже не раз брала. Делала следующий раствор. Уже можно не собирать хлореллу, а использовать вот этот раствор как, так скажем, закваску. И использовать ее для наращивания нового объема хлореллы. Сейчас тепло. На солнышке она быстро развивается. Для нее нужна температура, свет. Ну, и чтобы было потеплее, да. Вот поэтому сейчас, когда будет тепло, хлорелла будет развиваться очень хорошо и быстро. Ну, и использую я ее, в принципе, с каждым практически поливом растений. Растениям это очень нравится. Очень хорошо она подходит. Может быть, потом, как я использую, если будет интересно, для чего, я расскажу в новом видео. Чтобы просто-напросто не затягивать это видео. Ну, вот, друзья, если вам мое видео было полезным, надеюсь, у вас тоже все получится. Обращайте внимание на нюансы. То есть здесь хлорелла должна дышать, поэтому не закрывайте плотно крышкой. Лучше, вот, может быть, сделать все-таки вот такой салфеткой, потому что, когда я закрыла первый раз, делала хлореллу крышкой плотно, она у меня не развивалась. Ей просто не хватило кислорода. И берите лучше прозрачную емкость. Не вот так, как у меня, с такой наклейкой. Потому что пришлось обдирать, чтобы хлорелла, ну, больше было ей светом. Ну, вот такие нюансы, они вроде бы как мелочь, но, тем не менее, довольно важны. Поэтому обращайте на это внимание. Надеюсь, у вас тоже все получится. Буду рада, если мой опыт вам пригодится. Напишите мне в комментариях, получилось, не получилось. Если остались вопросы, задавайте. Ну, а я дальше буду делиться своим опытом, тем, что знаем, тем, что получается или не очень. На сегодня, друзья, все. Увидимся в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok